В музее первого президента Республики Казахстан продолжается фондовая выставка произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Казахское ханство. Великие образы Великой степи». Экспозиция впервые представляет собрание сразу нескольких музейных коллекций по истории и культурному наследию традиционного казахского общества. Широкую живописную панораму истории ханства посоздают произведения известных казахстанских художников, скульпторов, ювелиров и реконструкторов. Подробное изучение истории казахского ханства и его наследия стало возможным с обретением Казахстана государственной независимости. Атмосфера купольного зала музея, где развернута экспозиция, пропитана духом свободы, единства народа Казахстана и преемственности его идеалов. Атыраусский областной музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства приглашает жителей и гостей города. В восьми его залах расположены работы хорошо известных в республике живописцев. Среди них выделяются картины члена Союза художников СССР Абдрашита Садыханова, родившегося на Атыраусской земле. Особое место в храме культуры занимают работы молодых местных художников Эльмиры Жумабаевой и Рафаэля Сликенова, обладателей Гран-при и первого места международного фестиваля «Шабыт». Немало в музее работ прикладников нашлось место и творениям юных натуралистов. В 2001 году была открыта детская студия, и теперь работы юных дарований могут лицезреть многочисленные посетители музея. В Национальном музее Республики Казахстан в рамках проекта «Мировая культура и современное искусство» продолжается выставка «Во времени и в пространстве» казахстанского скульптора и архитектора Сакена Нарынова. На выставке представлены произведения, которые являются эстетическими объектами и сложными техническими изобретениями. Экспозиция строится по принципу символического космического пространства, где большая часть объектов предстает в подвешенном состоянии. Парящие в воздухе, они словно нарушают законы гравитации. В выставочном зале «Есентай Геллори», расположенном в торговом центре «Есентай Молл», проходит выставка итальянского художника Альдо Серджио под названием «Презент Перфект». Здесь представлены 23 картины в стиле неосерриализма, которые создавались автором в течение последних шести лет. Все работы написаны художником Маслом. Метафизическая композиция холстов погрузит зрителя в пространство, где остановилось время, и доминирует статичность и тишина. В филиале Государственного музея искусств Республики Казахстан имени Абулхана Костеева в Центральном выставочном зале продолжается персональная выставка Владимира Арыскина «Эхо памяти». Являясь художником кино, Владимир Арыскин часто пишет портреты актеров, режиссеров, операторов и других коллег по цеху, с которыми был лично знаком и работал на протяжении всей своей насыщенной творческой жизни. Экспозиция представляет также несколько полотен на мангостаускую тематику. Здесь художник затрагивает тему экологии, рассматривая ее сквозь призму собственного видения. В основном Владимир Иванович писал именно в портретном жанре, и в каждом портрете он старался раскрыть именно личность персонажа. И Владимир Иванович считает, что стоит только взглянуть в глаза человека, и можно увидеть его душу. То есть каждый портрет – это портрет душа. Уважаемые алматинцы и гости нашей южной столицы, я приглашаю вас посетить нашу выставку. В Национальном музее Республики Казахстан продолжается выставка «Пост Тотал». Это часть масштабного проекта независимой Кыргызской республики. Здесь представлены более ста произведений, созданных 42 художниками за последние 15 лет. Это живопись, графика, скульптура, видеоарт, фотографии, инсталляции и перформансы.